На сегодняшний день генетика является одной из основополагающих наук современной биологии. Но так было не всегда. Несмотря на то, что люди всегда интересовались наследственностью, им не удавалось объяснить механизмы передачи наследственных черт своим потомкам. В 21 веке данная отрасль науки занимает главную роль в жизни общества. Знания в области генетики находят широкое применение – от культивирования овощей и фруктов до борьбы с раком и заболеваниями мозга. Но развитие получает также и направление психогенетика, которое больше применяется психологами для изучения поведения и характера человека на основе генома. И совсем недавно ученые из Великобритании и Соединенных Штатов Америки смогли найти связь между генами и родительской увлеченностью воспитания детей. Во-первых, для того, чтобы узнать, какой ребенок будет по генотипу, мы должны проанализировать его гены. В принципе, на сегодняшний день мы не можем заранее взять и просто по желанию проанализировать все гены человека. Это, по сути, по новой секвенировать его геном. На сегодняшний день все еще до сих пор ведется работа по поиску тех генов, которые могут принимать участие в развитии, как поведенческих признаков, как физиологических даже признаков. И выявляется множество генов, которые могут отвечать в той или иной степени за каждый из этих признаков. И сочетание этих генов порой создает какие-то отклонения от нормы. Гены через родителей передаются и от других предков. Поэтому точно сказать, что мы добрые именно в папу или маму, не получится. По нынешним исследованиям, примерно 30-60% личностных черт наследуются. Даже один и тот же набор генов у родителей и детей не гарантирует один и тот же результат. Злые и добрые люди встречаются с самым разным набором генов. Точно сказать, каким будет поведение человека в будущем невозможно. Исследования показывают, что гены могут влиять и на доброе, и на плохое поведение. Но найти так называемый ген добра или зла ученые пока не смогли. Предсказать мы не всегда можем, потому что это гены не стопроцентного действия. Это гены мультифакторные, то есть они зависят друг от друга и от внешней среды. И поэтому, когда вы даже в будущей перспективе, когда вы сможете сказать, что вот этот ген участвует в том-то и том-то, вы никогда не исключите действия средовых факторов, которые могут изменить направление развития. Ученые также изучили зависимость ментального здоровья родителей и детей и выяснили, что психиатрические заболевания наследуемы. Исследования также показывают, что родительское поведение отчасти тоже объясняется генами. И возможно, если у ребенка будут вовлеченные родители, то их гены вовлеченного родительства передадутся и ему. Психогенетика довольно молодое направление. В ближайшем будущем ученые смогут более точно ответить на вопрос, связанный с генотипом человека.